Приветствую вас, Анна. Ну, совершенно очевидно, что речь здесь идет о сексе, о таком или ином восприятии секса. То есть, вами секс воспринимается каким-то таким образом, что обесценивает мужчин. И, соответственно, нужно здесь разбираться в том, что конкретно для вас, например, значит секс. То есть, как вы его воспринимаете? Как вы воспринимаете секс? Как вы к нему относитесь? Да. Может быть, может быть, вы чересчур спешите. Вы чересчур спешите, например, ну допустим, чересчур спешите вступать в сексуальные отношения с мужчинами, с парнями, которые вам нравятся. Может быть, вы считаете, что мужчины вас используют таким образом, ну то есть, вот вынимаются на сексах. В каком случае вы, по большому счету, себя обесцениваете? Вот. Но проблема эта, как вы совершенно справедливо замечаете, не мужчин, да, а ваш. То есть, вы относитесь к сексу каким-то таким образом. Можно ли сказать, что это в какой-то степени запрет на серьезные отношения, запрет на вообще построение отношений с мужчинами, можно сказать, таким образом. может быть, это страх близости, то есть, вы, как бы, сексом, получается, просто мужчин, который вам нравится, ну, от себя отдаляете и, таким образом, не вступаете с ними в отношениях, хотя, например, для себя, допустим, оправдание, почему вы с ними не в отношениях, вот. Ну, понятно, что это сейчас очень из области предположений все. Это только гипотезы, вот. Их нужно либо подтверждать, либо опровергать, вот. Но, вот, ключевой момент здесь, пожалуй, именно секса. То есть, в том точнее, как он вами воспринимается. То есть, если вы воспринимаете секс позитивно, да, если вы воспринимаете его, как-то вот, ну, конструктивно для себя, вот. Ну, в таком случае все в порядке. А если вы воспринимаете его как-то негативно, то, ну, в таком случае все достаточно печально будет для вас, потому что, ну, по большому счету вы как-то вот чрезмерное значение этому самому сексу предаете. Ну, вот. То есть, вот, субъективно, да, с вашей позиции это выглядит примерно так, что вы нам говорите, что вот, мне нравится мужчина, я с ним сближаюсь хорошо, потом у нас случается секс, и мне становится на него все равно. То есть, нужно, нужно поисследовать этот процесс, нужно его изучить, потому что пока не совсем понятно, что это значит. Ведь вполне вероятно, что вы можете просто, например, пытаться как-то, допустим, самоутверждаться за счет молодых людей, да, ну, чешить свою самооценку, самолюбие, если оно у вас задето в какой-то степени, вот. И, по сути дела, просто вот завоевывать мужчин, да, и доказывать себе, например, что вы привлекательны, вот. И не совсем понятно, что на субъективном уровне с вами происходит, когда вам становится все равно на людей. Не совсем понятно, что на субъективном уровне происходит с вами, когда вы начинаете сливаться, Вот, со всем этим нужно разобраться, со всем этим нужно разобраться. Понимаете, а ваша симпатия, если бы это была симпатия, она бы после секса бы не исчезала. Если она исчезает, значит это не симпатия, а что-то другое. Что-то, что вы принимаете за симпатию и выдаёте как бы её за симпатию, хотя на самом деле это скорее всего не симпатия, а скорее всего это что-то другое. Но вы можете ошибаться, как бы интерпретируя этот счет как симпатия. Ничего страшного и критического в этом нет, просто подбеседовать с психологом, найти проблему и её решить. Ну вот, это потребует конечно времени, это потребует определенных затрат, но это лучше, чем то, что вы по большому счету не можете построить отношения вот сейчас, на данный момент. Вот. Очень важно и то, что вас связывает с мужчинами, которыми вы выстраиваете отношения. То есть, что у вас общего, что общего между вами, с какой целью вы вступаете в отношении. Все эти вещи нужно разобрать. Потому что это очень важно, это напрямую влияет как бы на то, вот как вы, ну, на друг, как вы выстраиваете отношения, никакая у вас позиция, в том числе позиция и женская ваша позиция. Если общего недостаточно между вами и мужчиной, то нет ничего удивительного в том, что в какой-то степени секс является определяющим фактором, после которого или при наличии которого у вас начинает меняться восприятие мужчины. Также очень важно обратить внимание на то, что из себя представляет ваша симпатия к мужчине. Что конкретно она из себя представляет. На что она направлена, какой у нее вектор у симпатии, я имею ввиду. И вот этот момент тоже необходимо поисследовать. Как видите, вопросов много. Вы большая молодец, что интересуетесь. Но ваш вопрос это первый шаг к дальнейшему исследованию себя и вероятному вскрытию определенных проблем, которые вас беспокоят. Так что такой вот вам можно дать ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.